Всем привет! Это ролик про длительный опыт использования iPhone 12 Pro Max И обычно такие видео появляются через полгода после покупки Но в этом конкретном случае прошло уже 7 месяцев 12 Pro Max, и это я рассказываю для понимания общей картины Не был моим единственным iPhone за эти 7 месяцев Поскольку я веду YouTube канал, то приходится пользоваться разными смартфонами И далеко не все из них на столе Какое-то время приходилось ходить с iPhone XR, SE, SE2, 7, 8, в общем с разными аппаратами Но все равно суммарно больше всего времени за эти 7 месяцев я провел именно с 12 Pro Max В этом ролике 12 Pro Max будет сниматься в чехле, потому что это честно Сегодня мы говорим про опыт использования, а смартфон у меня каждый день вот так выглядит Фирменный прозрачный пластиковый чехол, который мне очень не нравится Я поначалу думал куплю, может распробую, пойму в чем его кайф и не понял Во-первых, я довольно часто использую смартфон как навигатор в автомобиле И прозрачный чехол для этих целей подходит максимально плохо Все дело в том, что он скользкий и к магнитным крепежкам в автомобиле не так хорошо цепляется И в результате падает Кожаный чехол намного более цепкий и его использовать удобнее С ним бы я и ходил, если бы не пандемия Я человек, который обрабатывает свой смартфон дезинфицирующим средством Каждый раз, когда я прихожу с улицы, это делаю От такой эксплуатации кожаный чехол превращается в непотребщину В общем, пришлось одеть вот этот пластиковый И посмотрите внимательно на грани, как там заметна пыль А еще заметные следы влаги, короче, от этого никуда не денешься Нижняя часть смартфона в чехле открыта И за это я уже поплатился, на ней появились царапки Они настолько мелкие, что камера это не передаст Но поверьте на слово, они есть вот в районе отверстия под лайтнинг Видимо, я пару раз промазал, и этого оказалось достаточно Но не все так плохо Не так плохо, как температура в комнате Посмотрите, 33,2 градуса Это просто какой-то капец Плавятся мысли, хорошо, что не плавятся айфоны Так вот, есть у 12 Pro Max и плюсы Хотя нет, не так Не все минусы подтвердились в процессе эксплуатации Например, в интернете писали, что об него, об острой грани Можно порезаться и ни разу Ни одного разу я не пострадал А еще говорят, что рамка облазит в 12 Pro Max Не моя история Я довольно часто снимаю, одеваю на смартфон чехлы И ни намека Нигде, даже близко рамка не пытается облезть Про опыт использования За эти 7 месяцев я совершенно точно понял Что не стал бы менять свой 11 Pro Max на 12 Pro Max Если бы не YouTube канал Сейчас буду подробнее рассказывать про тот синий аппарат И вы поймете почему Он классный Но менять 11 Pro Max на него нет никакого смысла Все дело в том, что под мой стиль использования важны 2, даже 3 вещи Большой дисплей Офигенная автономность И чтобы работал плавно и быстро Все это есть в iPhone 12 Pro Max Но все это было и в 11 Pro Max Короче, эта штуковина однозначно крутая Но если бы не YouTube канал То тратить на нее деньги я бы точно не стал Состояние аккумулятора За 7 месяцев от первоначальной емкости осталось 99% Это не идеальный вариант, но вполне неплохой И с 12 Pro Max я вообще не запариваюсь про автономность Я знаю, что если до 100% он у меня заряжен с утра То до вечера он по-любому доживет Что бы я с ним ни делал, он выдержит Скажу сразу, я не геймер И зависать по 5-6 часов в тяжелую игру Я просто физически не могу А те потребности, которые у меня есть Этот смартфон закрывает полностью Интернет, пожалуйста YouTube, не вопрос Пофотографировать или снять видео? Легко В целом, абсолютно нормальная ситуация Когда в 7 часов утра, забирая его с зарядки Я прихожу домой в 7-8, в 9 часов вечера И у меня 30-40% еще остается Иногда, конечно, меньше И бывали случаи, хотя я редко Что загонял его в красную зону Но автономность у него просто супер уверенная Кстати, у меня есть на канале отдельный ролик Неделя на одном заряде айфон Неделя Ссылка в описании Свой 12 Pro Max я почти всегда заряжаю по беспроводу Вот такая зарядка от Basis Не реклама, поэтому никаких ссылок Примерно так происходит процесс зарядки Здесь, естественно, никаких 15 Вт нету Заряжается очень долго Но поскольку я делаю это ночью, то времени хватает В общем, если хотите, берите на вооружение Заряжал по беспроводу, маломощной зарядкой И батарея плюс-минус сохранилась Есть у меня фирменная беспроводная зарядка MagSafe С 20-ваттным блоком И я и не пользуюсь Причем делаю это осознанно И, кстати, вот эта штука только на бумаге выдает 15 Вт На самом деле, меньше Она перегревается А вот в таких условиях перегревается она быстро В общем, сбрасывает мощность Но даже не это главный ее косяк Смотрите, предположим, настало утро И я забираюсь в айфон с зарядки Basis Это делается одной рукой легко А теперь настало утро И я хочу одной рукой забрать айфон с зарядки MagSafe Уже не так просто Ну, можно, конечно, наловчиться Че-то подобное утворять Короче, идея с MagSafe, она классная Но конкретно этот блин мне совсем не зашел Про то, что мне больше всего понравилось В айфон 12 Pro Max за 7 месяцев использования У него офигенный экран Супер просто Ютуб, Инстаграм, игры Хоть я и не любитель, но периодически открываю Все это на таком большом экране идет замечательно Цветопередача суперская Яркость достаточная, чтобы в любых условиях комфортно себя чувствовать Четкость больше, чем достаточно Но не получится здесь рассмотреть отдельные точки без увеличительного стекла А еще мне очень нравится, что дисплей в этом смартфоне плоский Это, конечно, не так офигенно выглядит, как дисплей с водопадами Где там мой водопад Не так офигенно смотрится, как экран с водопадами Но, как по мне, знаете, жить вот с таким смартфоном Это все равно, что встречаться с девушкой-моделью Красиво, но проблем может быть Короче, практически никаких ложных срабатываний Минимум инверсии цвета и формы по краям Плоские дисплеи мне очень нравятся И, казалось бы, на таком дисплее самое то использовать виджеты Но посмотрите, какие они у меня Мелкие и только в левом верхнем углу Не знаю, как это объяснить Экран большой, смартфон мощный Все вроде бы хорошо Все подходит для использования виджетов Но вы сами видите А еще я согласен с теми, кто жалуется на расположение иконок в айфоне Почему я не могу это расположение кастомизировать? Почему я не могу их сделать ближе друг к другу? И впихнуть один, допустим, дополнительный ряд? Да, это колхоз для всех, кроме меня Кто посмотрел бы на такой дисплей? Ну, может, мне бы так было удобнее? И опять же, об этом мы говорим именно на 12 Pro Max На айфон, допустим, 12 mini это бессмысленно было бы И вот эта штука мне тоже совсем не зашла Я так и не научился ей пользоваться Как здесь распределяются приложения? Какой логикой руководствуется смартфон? Периодически я легко нахожу нужные программы А периодически приходится включать алфавитный список Жалко, что этот конкретный экран нельзя кастомизировать На айфон 12 Pro Max из-за размера очень неудобно Печатать одной рукой И если это плюс-минус получается сделать, пока сидишь за столом То когда идешь по улице Особенно несешь что-нибудь тяжелое Просто капец И, кстати, масло в огонь подливает все тот же прозрачный чехол Который в руке держится намного менее цепко, чем кожаный Вместе с 12 Pro Max я получил длительную бесплатную подписку на Apple TV И, казалось бы, на таком дисплее смотреть фильмы одно удовольствие Но фильмы при первой возможности смотрю на планшете Это iPad Air 2020 года И это я говорю, что были понятны две вещи Первое, я так себе советчик в вопросе просмотра фильмов с айфона И второе, хоть у 12 Pro Max дисплей классный, но не стоит перехваливать Это далеко не универсальная штука И не думайте, что если вы купите себе 12 Pro Max То он вам сразу и планшет заменит, и персональный компьютер, и домработницу В сети гуляют страшилки про зеленый экран iPhone 12 Pro Max Когда включаешь темную картинку ночью У меня ничего подобного нету, с этой проблемой не сталкивался И показать вам ее не могу 12 Pro Max отличное игровое решение Невероятно быстрый, плавный, тянет абсолютно все Единственное, к чему есть вопросы Когда эксплуатируешь его вот в такую жаркую погоду Он, конечно, перегревается И от этого перегревается и, как следствие, сбрасывает яркость Процентов, ну, по ощущениям, где-то до 70, плюс-минус И как ползунок не крути, ярче он уже не становится Ну, это такой способ борьбы с перегревом В принципе, если играть дома, то никакого дискомфорта Потому что даже такой яркости почти всегда достаточно Ну, а на улице, ну, конечно, будут проблемы И еще сложности возникают, когда используешь этот аппарат в качестве навигатора Представьте себе ситуацию Машина отстояла днем на солнце В ней градусов, ну, наверное, под 50 Начинаешь использовать смартфон в качестве навигатора И он очень быстро сбрасывает яркость В такой ситуации ехать уже становится неудобно В интернете пишут, что у 12 Pro Max выше скорость интернета И AirDrop работает стабильнее и шустрее Честно говоря, я не заметил Ну, наверняка такое есть Потому что более новый аппарат, ничего удивительного Но чтобы это заметить, надо в прямом смысле Вот так торец к торцу ставить смартфоны И устраивать между ними соревнования По ощущениям от использования этого почувствовать невозможно У меня не было такого, что я взял 12 Pro Max в руки И сказал, блин, как же он ловит сеть Как же он быстро работает Как же он AirDropит Не, ничего подобного Это я опять к тому, что аппарат классный Но не переоценивайте У Pro Max крутейшая камера Фото и видео получаются обалденными Причем ничего крутить руками не надо Смартфон в 99% случаев отрабатывает на отлично сам Запись видео на iPhone 12 Pro Max Ветер в камеру, как положено Машины рядом ездят Ну, в общем, вы поняли Вот так снимает iPhone еще Звук оцените, как записывает По-моему, все супер Вы уже обратили внимание, что на моем Pro Max Стоит защита камер Вот здесь стекло наклеено Причем его главная задача Как раз не защищать камеры Благодаря этой стекляхе Поверхность становится плоская И протирать ее от пыли намного, намного легче Если у вас были или есть iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 11 Pro, 11 Pro Max Вы понимаете, как часто вот сюда забивается пыль И как ее сложно оттуда достать Со стеклом плоская поверхность протирается на раз Так вот, у 12 Pro Max по-настоящему клевые камеры Снимки получаются и видео отличными А еще у него стабилизация 5000 раз в секунду он вносит корректировки в картинку Причем стабилизация у него не камеры, а матрицы И по цифрам это звучит офигенно Очень дорого, очень круто Но честно говоря, на выходе Качества получаются ну плюс-минус такое же Как у iPhone 12 Pro без приставки Max Или у iPhone 12 Короче, сколько я не пытался уловить разницу, не получилось Ну что, настало время переходить к выводам iPhone 12 Pro Max однозначно классный аппарат Это лучший для меня Под мои цели, под мои потребности Под мой стиль использования на сегодня Это абсолютно лучший iPhone из всех, которые можно купить Но честно говоря, если бы не YouTube канал То я бы не стал его брать Потому что iPhone 11 Pro практически такой же Практически такой же для меня По ощущениям, по восприятию, по возможностям А вот цена у них уже существенно разная Поэтому, если вопрос денег для вас не стоит Допустим, вы очень много зарабатываете Или вам этот iPhone достанется бесплатно Допустим, вам его подарят Тогда, конечно, берите iPhone 12 Pro Max Или если вы точно знаете, зачем вам именно 12 Pro Max Тогда тоже берите такой аппарат Но во всех остальных случаях лучше подумайте Вот таким получился сегодняшний ролик Спасибо, что провели это время со мной Ставьте лайк, пишите комментарии Чем больше, тем лучше Подписывайтесь на канал Пока